В Ульяновской области стартовала неделя нацпроекта здравоохранения. Одна из задач – привлечение новых кадров. Так, до конца 2024 года региональная отрасль должна пополниться тысячу специалистами. Однако на встрече с главврачами, поликлиник и медицинским сообществом губернатор не был столь радужен и просил прежде всего разобраться с имеющимися кадрами. По его мнению, хромая систему руководства учреждений здравоохранения, сфера требует серьезной кадровой инвентаризации. Если мы видим о том, что люди не умеют, не понимают, не слышат руководителей, я бы прежде всего про них говорю, тренды, о которых говорит президент, премьер-министр, тогда нам нужно научить их в рамках обучающих программ распознавать эти тренды. Либо, так сказать, вместе с своей командой вырабатывать дополнительные предложения. Подверг критике губернатор и систему работы с ординаторами, которые сегодня в борьбе с коронавирусом стоят плечом к плечу с врачами. Отмечают, что нет отеческих отношений к молодым специалистам. И поэтому нечего, уважаемые главы, главные врачи, кивать на университет, что якобы там, здесь вот, где мы находимся, что-то такое тут неправильно делать. Тут-то вот правильно делают. Вы там, по той стороне, так сказать, этой большой молодой жизни у молодых специалистов, не готовы к тому, чтобы, так сказать, принять этих молодых людей. Из 485 обучающихся в опорном вузе региона ординаторов 309 трудоустроены в больнице, а это больше 60%. Четверть из них работают в ковидных госпиталях. По запросу нашего министра здравоохранения мы направили 98 ординаторов в 15 клиник региона на практику. Эта практика получается внеочередная, она форс-мажорная. Они будут оказывать непосредственную помощь нашему первичному звену в период пандемии. У нас действительно не хватает врачей, врачей, участковых терапевтов, которые часть ушли работать в ковидный госпиталь, часть заболели, часть просто не выдержали такой нагрузки и уволились. Соответственно, за последние три недели у нас работало всего 9 таких специалистов. К работе в поликлинике на проспекте авиастроителей сегодня привлекли 6 ординаторов и 5 студентов 6 курса. Дежурят ординаторы в ночную смену в контактном центре Минздрава. Структуру переформатировала свою работу с 30 октября. Если раньше горячая линия Минздрава работала в будни с 8.00 до 20.00, то сейчас центр работает круглосуточно и без выходных. Увеличено количество операторов, работающих днем. Исключен прием звонков в виде аудиозаписи и обращения. Горячая линия Минздрава работает с 2012 года. В сутки сюда поступают около 600 звонков. Вопросы касаются льготных лекарств, оказания медицинской помощи, госпитализации. Большой поток звонков связан с консультацией по коронавирусной инфекции. Дополнительно для того, чтобы снизить эту социальную напряженность, было принято решение о создании в каждой поликлинике ватсап-приемных. То есть все номера зарегистрировали сотовые телефоны. Выложены они у нас на сайте Министерства здравоохранения. То есть номер ватсап-приемных каждой поликлинике. Те граждане, соответственно, помимо горячей линии, могут написать в эту ватсап-приемную и получить исчерпывающий ответ на свой вопрос. Номер телефона горячей линии 8 800 273 07. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ.